История Фёдора Крутикова – одна из многих просоветских солдат, которые так и не узнали, что их назовут «поколением победителей». Жил в деревне Крутиково, это в Свердловской области. В 41-м был призван в армию. Если учесть, что он 1919 года рождения, был парню всего 21. Поисковики рассказывают, за могилой долгие годы ухаживали две женщины, жившие недалеко отсюда. Потом их не стало. И уже соседка обратилась в военкомат. Нужно организовать уход за одиноким захоронением. Мы начали поиск родственников. Нашли две его сестры. Одна из сестер живет в этой же самой деревне Крутиково. Но там деревня уже умирающая, там три дома осталось живых, поэтому она отказалась переносить туда останки. Пусть он там лежит на месте гибели. А вторая сестра старшая, она еще в хуже состоянии. Они не смогли приехать. Их приглашали, но они не смогли приехать. Но прислали фотографию. Теперь она выбита на новом памятнике. Таким был Федор Крутиков, когда его призвали в Красную армию. При помощи, при поддержке депутатов мы сделали благоустройство, установили памятник. И теперь, надеемся, уже наши юные армейцы будут ухаживать за памятником Крутикова, воина нашего красноармейца, водителя, механика 6-й танковой бригады. Когда поисковую группу мы подключили, мы нашли, кто это был, кто защищал в 1941 году, 21 год, танкист, который погиб здесь. Но, видимо, не смогли его забрать, здесь же похоронили. Спасибо тем людям, кто оставил эту табличку. Табличку с красной звездой оставили теперь, как точный знак места гибели танкиста Крутикова. Это как будто о Федоре Крутикове написал когда-то Константин Симонов. А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких. И время добавляет в списки еще кого-то, кого нет, и ставит, ставит обелиски. Родные Федора Крутикова не смогли приехать в Ростов и согласились оставить его здесь навсегда, на месте последнего боя. Галина Белоусова, Руслан Хамчиев, Перворостовский.